Когда Хоббит-учельник учился в университете, однажды он сидел и изучал предмет, готовился к завтрашнему экзамену. И внутренний голос ему говорит, «Запрос это дело, вытащишь ты 13-й билет и все, нормально будет, хватит одного билета учить». Немножко подумал Хоббит-учельник и выучил 13-й билет. Вечером хотел попробовать поучить остальные. Опять возник внутренний голос и говорит, «Запрос это дело, выучишь ты 13-й билет, вытянешь и все. Хорошо, опять Хоббит-учельник выучил 13-й билет. Утром хотел подготовиться получше, остальным билеты. Опять появился внутренний голос и говорит, «Запрос это дело, выучишь ты 13-й билет и хватит». Пошел Хоббит-учельник на экзамен. Профессор ему говорит, «Тяните билет». Вытягивает, смотрит, билет номер 26. А внутренний голос говорит, «Вот это поворот!». Хоббит-учельник, быстренько кладет билет обратно в стопку. А профессор спрашивает, «А почему вы так получили обратно?». А Хоббит-учельник говорит, «А я, судя верный, мне попался 13-й билет». Профессор говорит, «Ну, какая разница, судя верный, какой попался, на какое отвечаете?». «Так, где у нас 13-й билет?». И отдает ему 13-й билет. Однажды дед петуха первый раз прыгал на парашюте. И по неопытности его занесло на территорию картофельного поля Хоббит-учельника. Хоббит-учельник подошел в это время к нему и спрашивает, «Ну как, первый прыжок?». А дед петуха спрашивает, «А как бы то отдались, что первый прыжок?». Хоббит-учельник говорит, «А у вас на спине вот печаток сапога». Когда Хоббит-учельник выходил из дома, с радостью вспоминал, что у него нет утюга и выключать нечего. Хоббит-учельник оформляет кредит. Его спрашивают, «А на что берем кредит?». Отвечает, «На бензин?». «Хочу съездить на рыбалку на выходные». Однажды Хоббит-учельник работал бурильщиком и бурил он в Африке. Однажды стоял он на тормозе, бурил и отошел на минутку. Смотрит, вернувшись, на тормозе стоит обезьяна, которая сидела на ветке и бурит. На следующий день опять Хоббит-учельник вынужден был отойти на одну минуту. Возвращившись, опять смотрит, опять обезьяна бурит. И все время так было. Когда Хоббит-учельник отходил, обезьяна начала подходить и бурить. Начальство это заметило и уволилось от Хоббита-учельника. Через полгода звонит ему начальник и говорит, приходи к нам, нам бурильщик нужен. А Хоббит-учельник говорит, у вас же обезьяна есть? Начальник говорит, обезьяна уже мастером стала. Нам опять бурильщик нужен. Дед Петруха купил книгу солим, квасим, маринуем. Никогда так больше не лоханулся, Дед Петруха, со словом квасим. Мария Ивановна спрашивает у Вовочки. Вовочка, а почему у тебя на контурной карте, где Кавказ, пусто? Вовочка говорит, а зачем отмечать, когда все они в Москве? Вовочка опоздал в школу. Мария Ивановна говорит, Вовочка, ты опять опоздал. Сегодня на 20 минут. Вовочка говорит, а мне мама всегда говорит, у тебя все, еще вся жизнь впереди. Дед Петруха любил пельмени. Поставит в воду, в кастрюлю, поставит на огонь. Кинет туда соль, зелень, лавровый лист, а если есть деньги, еще и пельмени. Мария спрашивает в Вовске, а почему ты сегодня не идешь в школу? Вовочка говорит, у меня температура 36,6. Мать говорит, это нормальная температура? Вовочка говорит, ну ничего себе нормального, сумма 42. Вернувшись из магазина, мать спрашивает в Вовске. Вовочка, я же тебя просила посмотреть за молоком. Вот она убежала. Вовс говорит, а я что делал, она убежала 10,42. След Петруха раньше видел море только на картинках. Сейчас начал зарабатывать больше и может видеть море по телевизору. Вовочка вернулся из каникул, из деревни, у бабушки был. Рассказывает своим друзьям. Все, говорит, я больше не бухаю. Бабушка отточила. Как? Зелень не дала. Нет, просто стою, утром просыпаюсь, смотрю, на своей записке лежит. Самогон в пакете. Пакет на вершине сосны. Сосна на краю березовой рощи. Березовая роща на той стороне речки. Речка с соседней древней. Дед Петруха целый день с Бадуна пытался вспомнить имя начальника. Никакого хорошего слова в голову не лезло. Изобъяснительный. Упоздал, потому что искал Wi-Fi, чтобы сообщить, что опоздаю. Один таксист все время привык накидать 200. И поэтому даже сына поздравил с 215-летием. Я никогда не видел столь много красивых женщин, как во время второго года службы. Дед Петруха пришел к врачу. Врач говорит, ты должен следить за тем, как кушаешь. Дед Петруха говорит, да, я так и делаю. Сегодня ел мороженое перед зеркалом. У одного мужика обгорелого принесли скорую помощь. Раз посмотрел я его тело и рентгеновские снимки, говорит ему, у вас больше переломов, чем у жогов. А тот говорит, лопаты меня тушили, твари. Мой любимый человек уже пять минут мне не звонит. Что это может быть? В чем причина? Может мне найти другого? Я уже присмотрел. Молодой человек пришел на новую квартиру. И чтобы понравиться хозяйке квартиры, говорит. Прошлая хозяйка квартиры, когда я уходил, плакала. А та говорит, ничего, ничего. Я буду у тебя плату принимать раньше. Доктор посоветовал мне принимать пищу почаще, но поменьше. Но пока я справляюсь с первой частью. Если вы высокий, мускулистый, голубоглазый, блондин, не приходите на пляж. Дайте остальным шанс. Дед Петруха пришел в магазин с женой. Ювелийный магазин его жена затошила. К ним подкатывает продавец-консультант и спрашивает. Я могу вам чем-то помочь? Дед Петруха говорит. Можете, выгоните нас отсюда. Как говорили ученые, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Проблема у меня в том, что главный враг себе я сам. А почему у гориллы такие широкие ноздри? А потому что у нее толстые пальцы. Два карапуза сидели в песочнице. Один говорит, Вовочка, почему ты не играешь? Вовочка говорит, да вот, думаю, папа купил машину новую, а старую продал. Ну и что? А вот. А вчера мама сказала, что собирается приобрести нового мальчика. Сидят два мальчика, младший и старший. Младший спрашивает. Вовочка, вон те ягоды съедобные? А старший говорит, сейчас проверим. Давай сурвем. Если вон те бабки закричат, значит съедобные. В соседнем подъезде живет дед Пикапер. Как выйдет на скамейку, включит на телефоне Малышеву, и вокруг собираются сразу бабки. Отец говорит, Вовочка, Вовочка, мама привезла из роддома нового братика. Вовочка посмотрел и говорит, ну разве я этого просил? Я хотел старшего брата. Вчера видел, как бабушка помогала молодому парню, который торчит в своем телефоне, переходить уроку. Изупретен новый одеколон Гарри Поттер. Помогает избавиться от запаха Гарри и пота. Вчера дед Петруха видел истинную девушку переходного возраста. Она в одной руке держала чупа-чупс, в другой сигарету. Скоро алкоголь станет таким дорогим, что позволит себе валяться возле автовокзала только очень богатые люди. Шампанское. Если после выпитого шампанского у вас на следующее утро в сумочке куча телефонов незнакомых мужчин, значит вас напоили шампанским и накидали в вашу сумочку номера телефонов. Сколько раз ты можешь подтянуться на турнике? Три раза. Всего? Ну так это же за день, а за месяц больше. Подписываемся, кликаем на колокольчик, колокольчик. Спасибо. 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 Продолжение следует...